Сегодняшний ролик будет посвящен всем вашим вопросам, касающимся укоренения черенков винограда и дальнейшего выращивания вот этих самых проросших черенков. И обсудим с вами не только стандартные вопросы, но и большинство проблем, с которыми вы можете столкнуться. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Вопроса, когда ставить черенки на укоренение, мы касаемся очень кратко. Наверняка большинство из вас уже начало их укоренять. Но если кто-то еще не успел, то вы не опоздали. Еще вполне можно это сделать. И на самом деле смело можно ставить черенки на укоренение и в начале, и даже в середине апреля. Следующий вопрос, как долго укореняются черенки винограда? На самом деле цифры могут быть очень разные, потому что срок появления первых корней зависит от очень большого количества факторов. Это то, какой сорт мы укореняем, это то, как мы его укореняем. Ну, в принципе, от состояния черенка и от факторов окружающей среды. В первую очередь это тепло. Сейчас красненько мы все это обсудим. Для понимания средней цифры, средняя температура по больнице, это где-то 15-30 дней. Примерно в эти сроки у нас появляются первые корни. Это не значит, что укоренится вся партия, но появляются первые корни. И, как я уже сказала, самый главный фактор, который влияет на скорость появления корней, это температура. Если мы укореняем в тепле, если зона корней находится при температуре порядка 25 градусов, если мы используем такой прием, как кельчевание, то корни первые у нас могут появиться даже через 10 дней. Ну, в среднем, где-то в районе 14-15. Но если мы просто поставили черенки укореняться в комнате, а, возможно, еще на прохладном окошке, а комнатная температура, она тоже у всех разная, да, кто-то там ходит в маечках, им жарко, есть такая комнатная температура, а кто-то ходит в легких кофточках, и температура в помещении может быть и 20 градусов, и даже 18. Так вот, если у нас такая комнатная температура, то ориентируйтесь на то, что у вас первые корни могут появиться в течение дней 30, ну, там, плюс-минус, и это будет абсолютно нормально. Еще раз повторяю, температура важнейший фактор. Ну, а средняя цифра 15-30 дней. Дальше. Какой способ укоренения лучше? Тот, который удобен вам, тот, который понятен вам. Если вы уже укореняете черенки не первый раз, то тот, который у вас получается. Потому что мнения будут разные, и каждый кулик будет хвалить свое болото. Лучше так, лучше так, лучше так. Кому-то нравится вода, кому-то нравится воздушная влажная среда, типа опилок, кокосового волокна. Кто-то делает плотики, кто-то еще там всякие умные укоренители. Что вам нравится, то используйте. Единственный нюанс, который нужно знать, это то, что при укоренении в воде в большинстве своем сначала появляются зеленые побеги, а только потом корни. При укоренении во влажных воздушных средах, типа опилок, типа кокосового волокна, чаще всего сразу будут корни, а потом будут просыпаться почки. Следующий вопрос. При постановке черенков на укоренение нужно ли их бороздавать? То есть внизу черенка наносить раневые поверхности. Можно это делать, а можно это и не делать. Да, бороздование может несколько ускорить образование корешков, но если вы не пробороздуете ваши черенки, то же ничего страшного не случится, и они прекрасно укоренятся. Вот эти вот корешки появились без всякого бороздования. Следующий вопрос. Тоже при постановке на укоренение нужно ли убирать вот эту нижнюю почку? Можно убирать, можно не убирать. На самом деле она на процесс укоренения не сильно влияет. Мы всегда рекомендуем ее оставить на случай, если вдруг у нас что-то пошло не так, бывает, особенно при укоренении в опилках, либо в кокосе. Верхние почки по какой-то причине высыхают. Ну, по какой причине? В наших помещениях очень сухой воздух. И тогда может в рост пойти нижняя почка. Поэтому лучше ее сначала оставить, потом, если мы видим, что она лишняя, она пошла в рост, мы ее убираем. Следующий вопрос. При укоренении на воде, какой должен быть уровень этой самой воды, можно услышать мнение, что вот только сантиметр, нет, только полтора шаг вправо, шаг влево побег. Конечно, желательно поддерживать уровень примерно одинаковый. Но если у вас будет 16 мм вместо 15, ничего страшного не случится. То есть примерно одинаковый уровень желательно поддерживать, но если вы не совсем это соблюдаете, то уже ничего критичного в этом нет. Существует такой миф, что корни образуются строго на разделе вода-воздух, но на самом деле это не так. И сейчас вы увидите тому наглядный пример. Вот смотрите, пример черенка. Корни у нас видно, да, вот полуровень воды. Корни у нас в воде. А затем видим, вот выше и совсем выше. То есть корни появляются не на разделе, а либо в воде, либо выше. Как высаживать такую черену, как обычно, там, где основная масса корней. Вот так будет слишком глубоко и неудобно. Нет, ну если есть большая емкость, то можно, конечно, глубже высадить. Мы будем высаживать стандартно вот так, вот стаканчиком. Следующий вопрос. Нужно ли использовать корни-стимуляторы? По желанию. Смотрите, какая ситуация. Дело в том, что виноград легко окореняемое растение. И дополнительные стимулы ему могут быть нужны крайне редко. Ну, может быть, для каких-то исключительных сортов. Я вам даже сейчас вот на вскидку не назову для каких. Ну, есть какие-то сорта, такие туго думы. Можно где-то с ними столкнуться. Тогда, да, может быть, это имеет смысл. В остальном виноград будет укореняться и так. Если мы используем химические корни-стимуляторы, вот особенно для новичков велика опасность превысить дозировку. Эти препараты, они рассчитаны на те растения, которые сложно укореняются. И, например, когда мы несколько лет назад для укоренения использовали клон-экс-гель, мы его разводили там 1 к 50, 1 к 100. Представляете, ну, насколько сильно надо было его разводить. Чем чревато использованы корни-стимуляторов? Симуляторов в неподходящей дозировке. Тем, что растение получает слишком мощный стимул, у него корни действительно появятся, их будет очень много, они будут обалденно классные, но почки не проснутся. Баланс у черенка будет нарушен, и мы получим палку с корнями. Поэтому я бы вам рекомендовала быть осторожным и без острой необходимости не применять. Особенно новичкам. По своей практике скажу, что мы полностью отказались от использования каких-либо стимуляторов. Касательно народных стимуляторов корнеобразования, пивовая вода, талая вода, картофельные ростки, мед, они не работают. Нам это было проверено в прошлом году экспериментально в сравнении. Так вот, самые первые корни и лучшие результаты, они пошли в баночки, где не добавлялось ничего, где была обычная водопроводная вода. На втором месте у нас была талая вода. А все остальное появилось, появились корни позже. Да, они везде укоренеются, 100%. Но мы сдвинули вот этими якобы стимуляторами сроки. Единственное то, что реально работает, из, скажем так, народных доступных средств, это дрожжи. Буквально недавно я снимала ролик, кому интересно, под видео. В описании ссылку я оставлю. То есть их можно применять, но опять же повторю, что для винограда острой нужды в применении каких-то стимулирующих агентов. Также напоминаю, что решающим фактором, влияющим на корни образования и на скорость корни образования, будет температура. Температура в зоне корней порядка 25 градусов, это оптимальная температура для этого самого укоренения. А если у нас еще есть разница сверху, хотя бы градусов 10, это вообще идеальный вариант. Как этого можно добиться? Различными способами. Кто-то делает специальные агрегаты, скажем так, кельчеваторы. У нас есть ролик, несколько лет назад мы снимали, как это можно сделать дома. Кто-то просто банально, вот если бы у нас в стене здесь была батарея, какие-то полочки оборудует, либо стол приставляет и укладывает черенки горизонтально, пяточками туда. Кто-то использует грелку, коврик, важно, температура порядка 25-26. Если выше, это уже плохо. Идет каосообразование, мы сейчас про него поговорим. А процесс корнеобразования приостанавливается. Поэтому здесь тоже очень важно, чтобы температуру не превысить. Ну и вместе с тем, без кельчеватора черенки тоже укореняются. Теперь поговорим о возможных проблемах, с которыми мы можем столкнуться при укоренении черенков. Стандартная ситуация при укоренении в воде. Побеги почки есть, а корней нет. Что с этим делать? Смотрите, я уже говорила, вот эта ситуация, она абсолютно стандартная при укоренении на воде. И в скорости у нас корни могут появиться. Но опять же, мы считаем сроки, мы понимаем, что, допустим, у нас стоит 30 дней и более. Опять же, верх есть, а корней нет. Что делаем в таком случае? В таком случае мы можем прищепить побег, прищепить его и верхушку. Ну вот видите, здесь вообще побег такой мощный, этот черенок, он вообще укоренился. Но если бы он не укоренился, то мы прищипываем верхушку, точку роста. Полностью побег выламывать не нужно. Вот покажу на более мелком. Здесь вот у нас три листика, вот точку роста мы убираем. Рост побега приостанавливается, и у растений есть силы, чтобы пустить их на корне образование. Другая ситуация может быть противоположной. Несмотря на то, что черенки я достала сейчас из баночки, но они у нас стояли во влажных опилках. И здесь, смотрите, только у одного есть зеленый побег. Корешки у нас здесь хорошие, красивые, а вот у других почки пока не проснулись. Такое тоже бывает. Ну вот смотрите, показываю поближе. Вот на этом черенке у нас все хорошо. Вот одна почечка просыпается, вот другая. А вот здесь, например, на этом черенке все спит. Что с этим делать? В зоне этих почек создать влажную среду. Самое простое, что можно сделать, это взять ватный диск, намочить его и приложить на почку саму, либо... Вот так, нам даже целый не нужен, половинка. Смотрите, вот так вот, если прикладом. Я, если бы его намочила, то он бы прекрасно здесь сам присоединялся к черенку. Вот таким образом создать влажность в зоне почки. Можно, в принципе, вот так вот полностью. Мы же плотно не прижимаем, поэтому если она проснется, то она там нормально будет расти. Как я уже сказала, чаще всего такая ситуация происходит при укоренении в каких-то таких вот воздушных средах и из-за сухого воздуха в наших помещениях. Но иногда такое может случиться и при укоренении на воде. Опять же, может быть, в квартире слишком сухо. Может, по какой-то причине почка решила не раскрыться. Такое тоже бывает. Мы вспоминаем про корнистимуляторы. Если мы их использовали, то там уже ватные диски прикладывай, не прикладывай, никакой гарантии, что почка проснется. Нет, возможно, мы нарушили баланс. Если мы ничего не использовали, никак не стимулировали, то, в принципе, даже при укоренении в воде можно попробовать приложить вот такой вот влажно-ватный диск и понаблюдать. Бывает так, что основная почка гибнет, но потом идет запасная. То есть немножко помочь проснуться почкам мы вполне можем. Еще почки могут не просыпаться в случае очень раннего укоренения, где-нибудь там, кто укореняет в январе, в декабре. Тоже мы сталкивались с таким случаем. И у нас потом черенка были классные корни, они росли в земле, он был живой, но почка не просыпалась, и она проснулась только в апреле. Оставили мы на укоренении в декабре, но это тоже был наш эксперимент. То есть в декабре, январь, февраль, январь, апрель, почти через 5 месяцев. Это, конечно, не нормальный случай, но, опять же, имейте в виду, что такое может быть. И смотрите, еще одна ситуация, которая может быть, когда у нас есть каус, вот такая вот раневая поверхность, и нету корней. Вот смотрите, на этом черенке, видите, вот он каус, а корешков нету. Существует мнение, что вот такие вот наплывы кауса, они мешают корнеобразованию. Видите, здесь вот прям, ну вот какой серьезный наплыв получился. Ну вот у этого черенка, да, нам повезло, и корни пошли. То есть здесь каус не мешает, но на самом деле он может мешать. С вот таким маленьким мы ничего не делаем. Если не бороздавали, можно здесь побороздавать и подождать. Если бороздавали, то ничего не делаем. Здесь, видите, тоже небольшой. И пошел корешок, ситуация нормальная, но если бы этого корешка не было, в таком случае вот этот каус мы отламываем, убираем, чтобы он не тянул силы и не мешал корешкам появляться. Пару слов о причинах. Чаще всего вот это появляется, если в зоне корней будет перегрев. Слишком тепло, если мы используем какие-то нагревательные элементы. Но, смотрите, к примеру данного случая здесь каус большой. Оно стояло просто на прохладном окошке. Там температура не превышала ничего. Тем не менее мы видим, что вот пошел каус, потом пошли корни. Но здесь убирать его нет смысла, потому что здесь и так все хорошо. На этом с процессом укоренения черенков мы с вами заканчиваем и переходим к посадке и дальнейшему уходу за молодыми, уже можно сказать, саженцами. Единственное, хочу еще раз напомнить вам, что на укоренение черенков влияет огромнейшее количество факторов. И да, к сожалению, иногда бывают такие ситуации, когда вроде черенок живой, вроде он там и побег пустил, да, мы видим, что с ним все хорошо, а корней почему-то не идет, и они могут совсем не появиться. Либо вариант другой, тоже мы ничем не стимулировали, корни появились, почка вроде даже мы ее царапаем, смотрим, она живая, почему-то она не хочет просыпаться. К сожалению, такое иногда бывает, не надо искать виноватых, не надо думать, что вы что-то делали не так, у вас кривые ручки, либо продавец плохой. Иногда такое у растений бывает. К сожалению, они не могут вам сказать, по какой причине они не хотят расти. Тем не менее, эти случаи довольно редки, и я желаю вам, чтобы вы с ними не сталкивались совсем. Ну а теперь переходим к посадке. Первое, когда высаживать? Когда высаживать черенки? Тогда, когда у них появились первые корни. Чем они становятся длиннее? Если, конечно, совсем длинные, тогда более-менее, но вот когда примерно такие, очень велика вероятность их обломать. Поэтому, когда они коротенькие, с ними проще. И очень-очень важный момент, я обращаю ваше внимание, что вот эти корешки буквально за 2 минуты на открытом воздухе могут высохнуть. У меня это экспериментальное, поэтому я ими свободно могу вмахать, но не допустите этой ошибки, потому что вы можете все сделать классно, потом достать их из баночки, и пока что-то там готовить земельку, они у вас могут подсохнуть. Поэтому имейте это в виду. Ну и сейчас у нас март месяц, поэтому я вам показываю, что высаживаем в баночки. На самом деле, если укоренять поздно, то можно укорененные черенки высаживать прямо в открытый грунт. Единственное, что хорошо было бы создать, там хорошие теплые условия. Если будет хорошо прогрета земля, то такой черенок быстро пойдет в рост, и к концу сезона у вас будет хорошее крепкое растение. Но если погодные условия нам не позволяют, либо нет возможности подготовить землю, либо еще что-то, тогда мы высаживаем в баночки, и некоторое время выращиваем наши саженки именно там. Когда пошли первые корешки, нужно высаживать. Почва у нас слегка влажная. Берем, сжимаем, и она так довольно легко рассыпается. По глубине примерно треть. Стаканчиками надо смотреть по высоте черенка, если очень высокий. Мы сейчас сажаем глубже, чтобы он был еще. Засыпаем и слегка аккуратненько уплотнили, чтобы черенок просто нормально держался в стакане. В стаканчиках у нас прорези внизу, полив будет нижний, поставили в немкость после посадки. Налили немножко водички, поскольку земля довольно влажная, то минут 15-20 подержали. В этой водички. И если они все не выпьли, достали, поставили в теплое светлое место. Следующий вопрос, который часто у вас появляется, он может появляться при высадке черенков в грунт, либо когда они уже начали расти в стаканчиках, это сколько почек, сколько побегов оставлять. К сожалению, у меня примеры не самые показательные, но тем не менее будем разбирать на них. Смотрите, первое это двойнички. Вот здесь четко видно, да? Одна почечка и вторая почечка. Могут быть тройнички, может быть еще здесь третья почка. Вот такого точно допускать нельзя. Из одной почки, из одного участка на черенке должен расти один побег. Поэтому здесь один мы убираем. Который убирать? Тот, который более слабый. В данном случае у нас вот этот. Бывают они два или три абсолютно вообще одинаковые. Тогда выбирайте тот, который наиболее удачно расположен. Ну, вот здесь у меня видно, что вот этот более слабенький. Даже, знаете, наверное, вот здесь вот хочет идти тройничок. Но пока я этого не вижу, пока я его не трогаю. Поэтому выламываю вот этот. Дальше не отходим далеко. Этот же черенок. У нас раз. Почка раскрылась, два почка раскрылась. Что с этим делать? Вообще две почки можно оставлять. Если черенок нормально укореняется, если он нормально растет, нормально растут эти побеги, можно оставить. Но, смотрите, у меня корней пока что нету. Поэтому мы вот эту почку, этот побег убираем как более слабый. Вот этот оставляем как более сильный. Вот пример другого черенка. Смотрите, здесь побег вообще хорошо такой развитый. Ну, здесь маленький. Здесь у нас уже появились корни. Поэтому пока вот этот второй можно оставить, понаблюдать. По крайней мере, до высадки в открытый грунт. Потому что бывают ситуации, когда высаживаются одним побегом, он по какой-то причине обламывается, либо повреждается, и больше ничего не просыпается. Иногда, к сожалению, такое бывает. Но вам желаю об этом не знать. Еще один пример. Череночек небольшой. Тут маленький корешок пробивается. Вот это смело нужно убирать. Еще раз касательно то, что оставлять. Если у нас два побега, мы приняли решение оставить на черенке только один, то убираем всегда слабый, оставляем более сильный. В данном случае у нас более сильный верхний. Хорошо, но иногда бывает более сильный нижний. Даже может быть вот пойти отсюда, а здесь быть что-то слабенькое, какое-то недоразумение. Оставляем всегда более сильный. Ну и теперь переходим к возможным проблемам, тоже с которыми можно столкнуться. Смотрите, бывает ситуация, что у нас проснулась одна почка, и она какая-то вот недопочка. Это может быть не совсем показатель, но как-то она все-таки похожа на недопочку. Во-первых, смотрите, она растет, как-то смотрит вниз. Вот здесь у нас гроздочка. Гроздочка здесь не надо, и как-то не совсем наблюдается точка роста, это ощущение, что двойник. Смотрите, какая ситуация. Иногда такое бывает. Иногда бывает из почки вообще вылазит один большой лист, и все. Никто ни в чем не виноват. Это характерно для некоторых сортов. Часто такие недопочки, недопобеги бывают у Велеса. Они бывают у Юпитера. Это тех, кого я помню на скидку. Но могут быть и некоторых других сортов. И в принципе могут быть у всех. У тех, у кого я назвала, более часто встречаются. Я вот это вот заметила. Что делать в таком случае, если вот вы столкнулись, у вас единственный побег, единственная почка открылась, и она такая недоразвитая. Ничего не делать. Как правило, там все-таки какая-то боковушка потом начинает расти, какой-то пасыночек. Просто это происходит долго. Но опять же, если вы, например, не убирали нижнюю почку, то возможно еще и с нижней что-то потом проснется. Опять же, повторю еще раз, никто не виноват в такое. К сожалению, иногда бывает. Дальше, с чем мы можем столкнуться? Я показываю пример еще на этапе укоренения. Но чаще всего это появляется примерно недели через две после того, как мы высадили в стаканчики. Смотрите, начинает сохнуть лист по краешку. Вот здесь тоже начинает сохнуть, и тут какой-то листик такой. Ну, в моем случае это говорит о недостатке питательных веществ. Было прохладно, вот конкретно этому черенку. Это не нравится. Здесь хорошие корни, но в стаканчике такое будет часто говорить о том, что могут быть проблемы с корнями. И в стаканчиках бывает так, что вы смотрите, допустим, вы видите, белые корни красиво, все хорошо, а чахнет, даже побег может отсохнуть. Корни отгнивают вот здесь, от основания черенка. И вы еще можете видеть большие белые нити, а здесь уже все отгнившее. Можно ли спасти такие черенки? Иногда бывает можно, иногда нельзя. Тут никто никакой гарантии не даст, и возникает это чаще всего от перелива, либо бывает неподходящий грунт. Тоже, к сожалению, может быть, желаю вам никогда с этим. Не столкнуться. Еще один вариант проблем, которые мы увидели в этом сезоне. Смотрите, видите, какой бледный лист и темно-зеленые прожилки. У него явный хлороз. Вот это вот никто не отгрыз. Это ребенок хотел поиграть с цветочком. Поэтому вот она оторвала кусочек. Видите, черенок тоже сигнализирует, что ему недостаточно питания. Он чувствует себя не очень хорошо. Тут еще грозочка осталась, его надо убрать. Но я повторю, что это черенки экспериментальные, поэтому мы специально не создаем их в каких-то очень таких классных условиях. Наоборот, мне интересно показать вам вот такие вещи. Смотрите, здесь и корешки есть. Ну, вершок вот такой вот слабенький. Что делать? Ничего. Высаживаем в земельку и наблюдаем вполне вероятно, что вот эти листочки потом пойдут вполне себе нормальными. Ну, если у вас уже оно сидит в грунте, да, вот такое видели, то понятно, что с грунтом что-то не то. Можно подкормить. Но в данном случае я бы использовала какую-то вне корневую подкормку, может какой-то наноплант или что-то из этого. Ну, то, что вам легко будет дозировать в домашних условиях, попробовать немножечко помочь растению. Потому что с корневыми подкормками вот в открытом рунте там все просто. А в маленьких стаканчиках ну, можно опять же подкормить, но слишком сильно не угадать с дозировкой. Ну, в данном случае лучше чем-то поверху. Ну, опять же, ситуация нечасто, хотя иногда может случиться. Специально оторвала лист, чтобы вам лучше показать. Маленькие пупырышки. А что это такое? Часто спрашивают, что это за яйца? Кого травить? Никого травить не нужно. Показываю на черенке. Вот тоже эти же шарики. Это жемчужная железа. Это абсолютно нормальное явление. Для винограда. Ничьи это не яйца. Ничего делать. Еще раз повторяю, не надо. Бывает на листьях появляются другого рода пупырышки. Показать вам сейчас на примерах не могу. Еще рано, чтобы они появились. Поэтому вот фотографии. Вот как это выглядит. Причем в разной степени. Может быть пупырышек много. Может быть буквально там пару штучек. Лист потом такой может сохнуть. Может скручиваться. Что это такое? Это аэдема. Тоже это не клещ. Это там не чума. Как некоторые думают. И появляется она первая от сухого воздуха и от нестабильной влажности. Это большая проблема квартир. И достаточно частая проблема теплицы. Особенно для некоторых сортов. Вот некоторые сорта винограда. В теплицах, если сухой воздух, очень, скажем так, активно на него реагируют. Как с этим бороться? Вы лечить это не сможете. Можно отрастить новый хороший лист. Вообще при высадке в открытый грунт все эти болячки, скажем так, проходят. Ну а дома вы можете создать только влажность воздуха путем использования увлажнителя. Ну, пырыскать, конечно, можно растение, но это надо много раз в день пырыскать. Можно рядышком, особенно если рядом батарея, то вообще на батарею поставить емкость с водой. Причем чем больше зеркала воды будет, тем лучше она будет испаряться и создавать дополнительную влажность. И последняя проблема, вот это уже действительно болезнь, тоже с которой можно столкнуться, выращивая саженцы винограда дома на подоконниках. Это аидиум. Да, он тоже может на листьях винограда молодого появиться. И это абсолютно не значит, что вам продали плохие черенки зараженные, поэтому у вас этот самый аидиум вылез. Все это прекрасно может находиться. Споры этих микроорганизмов, тех грибков в наших квартирах, на каких-то других растениях, в спящем состоянии, в грунте, где угодно. Просто они себя не проявляют. А когда создаются условия для них подходящие, в квартире опять же это сухой воздух, то аидиум дает о себе знать. Я, например, в открытом грунте с аидиумом на розах, с мученистой росой на розах, не сталкивалась никогда. Я розу выращиваю 15 лет, у меня достаточно много. А вот домашние маленькие розочки, к сожалению, болеют. Болеют тяжело в квартире. Но вот ждут более-менее нормальной погоды, когда можно будет их высадить. С аидиумом, конечно, надо бороться. Есть смысл. Но если там один листик поражен, убрать этот пораженный листик. А дальше саженцы. А дальше саженцы обработать. Ну, чем обработать в домашних условиях? С химией мы сильно там не поработаем. Конечно, хорошо было бы пройтись химией, какой-то тяжелой артиллерии, каким-то лечащим препаратом, который мог бы сработать. Но в домашних квартирных условиях где ее применять негде. Достаточно безопасный препарат это ПФК-Лерос. Ну, вообще препараты серы. Это может быть ПФК-Лерос, это может быть гидросера, но на дороже гораздо. В принципе, Тиавиджет можно, но там проблема в порошке. И отмерить его на маленький объем, который нам нужен, достаточно проблематично. Но тоже можно использовать. Работают они при температуре порядка 20 градусов. Обработать. Да, будет запах, поэтому где-то это на балконе, либо в санузле, если там хорошая вентиляция, либо еще ее можно дополнительно включить. Ну, пару часов попахнет серой, ничего страшного. средства такие достаточно безопасны для применения. В домашних условиях их можно использовать. Кто-то говорит о том, что эффективна сода. Ну, честно, я вам скажу, что если с ПФК-Леросом я на розах еще видела хоть какой-то результат, то с сода я не видела результата вообще никакого. Пробовать, конечно, можно. Может, что-то и получится, но это не точно. И подводя итог уже теме выращивания черенков винограда в контейнерах, важный момент – это не переувлажнять. Грунт должен быть легкий, грунт должен быть воздухопроницаемый. Нижний полив – это обязательно, чтобы максимально избежать корневых гнилей. Ну, и также создание оптимальных условий. Хорошая освещенность, нормальная температура, градусов 22, и влажность воздуха. Чем более оптимальны будут условия, тем более крепкими будут ваши саженцы. Надеюсь, я ответила на все ваши вопросы, и ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Щ». Я оставлю ссылку на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов, награды и наши контакты. И до новых встреч! До встречи!